Всем привет! С вами Ирина Корнева. Посмотрите за мою спину и теперь подумайте, где я сейчас нахожусь. Ну, а пока вы отгадываете, я рассказываю вам историю. Значит, ранняя весна, мы делаем ремонт в офисе, заняты тем, как преображается наш офис, и тут звонок. На другом конце провода мужчина говорит о том, что «Здравствуйте, мы живем в городе Хабаровск, но свадьбу хотим в городе Сочи». Именно так мы здесь и оказались. Поехали! Ночь, улица, фонарь, аптека. Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. А сегодня 25 августа. Вчера была крутейшая свадьба, а сегодня время 4, сейчас уже 4 часа 17 минут. И мы выезжаем сначала в город Краснодар, а потом в город Сочи на свадьбу. В городе Краснодар у нас завтра уже встреча с парой, и 30 августа у нас состоится свадьба в городе Сочи. Вы тоже спите по 3 часа? Тогда мы идем к вам. В общем, ничего вам не снимала. По дороге в Москве мы захватили Машу. Мы захотели Маше, Маше с грушами. Мария, знаете, как девочка с персиками, да, есть картина? Мария с грушами, вот Валю захватили. Сейчас мы остановились на перекус. У нас уже это 3 или 4, какая у нас остановка по счету? Уже четвертая, уже четвертая остановка по счету. Уже больше половины пути, мы проехали, мы уже прям близко к Ростову. Мы уже не будем, мы уже близко. Еще немножко, а просто там будем. Знаете, что-то в том, что мы едем, едем, а Мария Касабланка говорит, так, девочки, смотрите, значит, план такой. Сначала едем на эту экскурсию, потом на эту, потом едем в Абхазию. Я такая, сквозь сон такая, Маш, мы вроде на свадьбу едем. Или дочку так. Просто она так затарила автомобиль декором, что страшно представить. Нет, не невозможно, да. Что вообще, когда вчера все это затаривалось на свадьбе, мы думали, а как вообще поместимся все, все 100-500 человек в этом автомобиле. Мы заехали в заправку, сейчас будем есть борщ здесь. Надеюсь, борщ есть. Мы уже совсем близко к Краснодару, у нас еще одна остановка. И знаете, что мы заметили? Интересная тенденция, что здесь на заправках растут розы. Представляете? Розы, прям розовые букеты. Вот там он везде, вот там везде розы. И мы, знаете, вспомнили фильм «Королева бензоколонка», где она там розы выращивала, высаживала, выращивала. Девчонки наши флористы сказали, что вот это вот ядовитое какое-то растение специально здесь посадили, чтобы на розы не нападали. Ну, всякие там, я не знаю, кто, зверьки, кто там, паучки, жучки. Вот. И еще момент. Закат, закат. Смотрите, какой закат. Выехали в 4 утра на рассвете, а сейчас уже закат. И еще момент, что, несмотря на то, что до Краснодара еще 150 километров, а до Сочи и того больше, уже чувствуется запах моря. Я прям стою, и у меня ощущение, что я где-то рядом с морем. Дорогие жители Сочи, жители Краснодара, я вам прям вот по-человечески так завидую, что вы каждый день можете ощущать вот этот вот невероятный запах моря. Я специально вам показала людей, которые в ночи гуляют в одних шортиках, потому что у нас в Москве не было вообще лета, и все выставляют фотографии в сведерах, в кофтах. Здесь днем было плюс 36, сейчас плюс 30, да? О, смотри, вот это паспорт. Сейчас плюс 30, мы были в поисках места, где нам можно перекусить, и нашли столовую номер один, думаем, ну, отлично, сейчас заедем в столовую, быстренько перекусим, покушаем, и поедем дальше уже в гостиницу. Что вы думаете? Заходим мы в столовую, там стоит Ленин, там подают сало, там подают соленые огурцы при входе, водку подают при входе. Столовая номер один, и там поют песни. Я такая, вау, 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 это что, столовая? Они говорят, ну, как столовая? Это ресторан, простите, в лучших традициях. И блюдо готовят по 30 минут, то есть некой столовой, конечно, речи быть не может, поэтому мы стали искать на карте другие места, где нам можно быстренько поужинать, и нашли вот эту вот кафешечку, куда мы сейчас поедем, пойдем, точнее, куда мы приехали, и в этой кафешечке, позвонили в эту кафешечку, говорим, скажите, вы там открыты, не открыты, и нам, не знаю, кто там, на другом конце трубки сказали, так, вы приезжаете, вы один? Я сейчас скажу, чтобы не закрывали. То есть это тот случай, когда со всеми можно договориться. Сонным голосом, да-да-да, я сначала не понял, кого я не знаю. Ты говоришь, это блин до пельменей? Да-да-да, это блин до пельменей. Вы что хотели? Поговорит, сейчас я им скажу, чтобы они не закрывались. Приходите, приходите. Приезжайте, я сейчас скажу. Все, пошли мы покушать, в общем. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих свои свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описание. Это самое страшное путешествие в моей жизни. Мы едем по лесу, в ночи, в темноте. Здесь нет сети. Мы не можем дозвониться до охраны поляна Убинской, чтобы узнать, куда нам ехать. Здесь просто темень и лес, понимаете? И узенькая дорожка, ни одной вывески. Я не буду спрашивать, чем занимается свадебный организатор? Сладебный координатор. Да. Причем по лесам ездит. По лесам ездит. Чем еще занимается свадебный организатор? Слушайте, ну реально стремновато, я хочу вам сказать. Вот он, вот он, вот он, вот он, есть. Поляна, написанная. Да? Да. Мы да. Ой, господи. Я сейчас расплачу. Это было самое страшное путешествие в моей жизни. Мы реально хотели уже разворачиваться, ехать обратно. Думали, что мы не доедем. Мы доехали, нам открывают врата. Врата в рай? Ой, врата в рай. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы раз думали, все, хорь назад. Мы хотели уже разворачиваться. Думали, не туда едем. Да. Потому что нас встречают здесь чуть ли не хлебом с Олей, чуть ли не караваем, понимаете? Все, змей. Боже. Ты что, змей? Змей? Смотри, все, змей. Так. Так. И еще перестает быть тонным. На самом деле, я чуть не разрыдалась, понимаете, когда мы доехали до какого-то фонарика, там какой-то частный дом. Это просто, знаете, это просто как в фильме ужасов. И ты сидишь и думаешь, и-и-и, ты ехал по лесу час, и-и-и. Ах, доехали, кажется. Доброе утро, на доброе утро, мир. Мы вчера приехали в ночи, еле-еле нашли место. В итоге, в общем, заселились в номер. Номер у нас такой вот грязный. Здесь еще не убрано, но, по крайней мере, вы видите. Ну, малюсенький такой. У меня малюсенькая комната такая с кроватями. И там вот отдельно сделан туалет и душ. Ну, студия, практически студия. И отдельно там, где банкетный зал, там есть место, где позавтракать. Мы уже позавтракали. И уже сейчас ждем ребят, молодоженов наших. Там гора. Не знаю, вида не видно там за листиками. И здесь еще есть речка. Мы сейчас пройдемся по территории. Маша, он выглядывает уже. Мы сейчас пройдемся по территории. Привет! Пройдемся по территории, посмотрим все, где мы хотели. Красотка, как будто она прямо тут отдыхает, сгорает, нам молит. Спас. Какое. Кстати, мне интересно, сколько я спала сегодня. Так, встречу поздно. Сколько ты спала? 7 часов 10 минут. Много. 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 Сколько вы дороги были? Что-то для того, чтобы мы в дороге были 20 часов. 7 часов 10 минут, это много. Слушайте, вот Валюша просто это человек, который спасительница наша. У нас флорист с нами сегодня. И Валюша сегодня проснулась, чуть свет. Валюша проснулась сегодня, чуть свет. Всем яйца сварила, чай всем приготовила. В общем, не знаю, как бы мы без Валюши поехали, честно вам скажу. Валюша, ну ты, конечно, вообще просто огонь и пожар. Огонь и пожар. Овен, овен, овен. Вот этот балкетный зал, верандочка такая, она небольшая, но симпатичная. И мы уже с Машей обратили внимание, что здесь очень классный деревянный белый стол. Прям вот он такой массивный, крутой, что его можно в принципе не накрывать ни на какой скатерть, ни на чем. Нужно сделать композицию по центру. Сейчас думаем насчет того, чтобы нам сделать сверху, потому что такие балки, что сам Бог велел что-нибудь сверху сделать. На этих балочках. И хотим найти место, чтобы все-таки был вид на гору. Чтобы у ребят церемония прошла с видом на гору. Так, мы сейчас смотрим площадку, где у нас будет проходить церемония. И нашли местечко с видом на горы. Вот там горы, тут гора. Но пока у нас есть сомнения. Здесь вот с этой стороны тоже красивые горы. Возможно, мы с другой стороны все-таки поставим арку. Тут момент такой, что здесь большая очень полянка вот эта, открытая. И хорошо видны горы. Надо понять, как у нас будет работать фотограф, как он будет снимать. Потому что нам надо, чтобы максимально эти горы попали в кадр. С другой стороны, здесь вот есть такая веранда, где мы можем сделать фуршетик. И там есть качельки. Тоже хотим там задействовать качельки. Но тут есть нюанс. Есть паркер. Это лошадка, которая здесь гуляет. И нас предупредили, что лошадка может сожрать всю нашу руку. Все цветы, которые будут. В общем, нюансиков много. Сейчас будем решать. Мы нашли это место! Все, мы нашли место, где у нас будет церемония. Класс! Давайте, попаем. С гордива и винда. Блог, ты моя жизнь! Я чуть не перетрухала, когда узнала, что... Подумала, что камеру потеряла. Ой, слушай, мне подходит по цвету камера белого цвета и часы белого цвета. Прямо делали. Мы закончили... Закончили решать вопросы по свадьбе, который у нас будет в следующем году, в сентябре, в Краснодаре. Сейчас мы выезжаем в сторону Сочи. Очень, конечно, приятные люди здесь нас встречали. Очень гостеприимные. Мы выбрали место, где у нас пройдет церемония. Просто невероятно красивая. Посмотрите, вот это место. Не знаю, видно, не видно. Очень красиво. Согласись, хорошо. Да. А на речке там как красиво. А река... Я вот спросила, когда происходит сход снега. Мне очень хочется сюда приехать, когда вот именно вот происходит вот сход снега, когда река бурлит, когда все несет. Мне так интересно это посмотреть. Я потому что никогда в жизни этого не видела, и мне прям безумно интересно посмотреть. Может быть, в апреле или там когда-нибудь в марте мы сюда приедем. Может быть, удастся это увидеть. Это было бы очень здорово. Сейчас вот едем по вот этой дороге, по которой вчера ночью мы колесили. И, знаете, вообще не страшно, в общем-то. Даже хорошо ехать. Вчера я, конечно, чуть не перетрухала, когда мы ехали по дороге. Все честной компанией, даже вот наш малыш. Наш малыш тоже едет с нами. Улыбается, радуется, что вы ее наконец-то раздели. Какой же это замок? Это же недострой какой-то. Это замок. Нам вчера сказали, будете проезжать мимо замка. Я пойду выскочу. Выскочу, покажу замок. Просто нам вчера в ночи сказали, значит, проезжайте мимо замка, и дальше практически сразу будет... Будет... Вот это замок иметь? Это замок. Вот недострой. Я про это говорю мое. А, это замок. Прям с мельницей. Прям реально замок. Ну, такой ресторан, я так понимаю. Дом отдыха. Это вот дом отдыха. Как сказал жених Глеб, у вас получился не просто переезд, а транзит. Так вот наш транзит. Ездят сейчас вот в сторону Сочи, и мы на протяжении уже нескольких километров едем по Щебенке. То здесь просто нет асфальта. У него нет. Мы едем по Щебню. В общем-то, прекрасно себя чувствуем. Резкие повороты под углом 90 градусов тоже, в общем-то, никто не отменял. И трясет так, что ты думаешь, ёлы-палы, ты реально зажравшийся москвич, который привык к асфальту. В общем-то, все остальные люди, которые здесь живут, они даже не знают, что такое асфальт, когда они привыкли, что-то ездят только по Щебенке. Ну, мало приятно сейчас. Если все там... Сколько нам осталось километров? 800? Сколько? 249 километров. А, 249 километров всего осталось? Да, не знаю, А почему так долго? как и было, сколько. А почему так долго будем ехать, я не понимаю. Почему мы будем ехать 8 часов 249 километров? Потому что там внизу прям обрыв. По каким-то холмам, да. Потому что внизу там обрыв. Ну, в общем, если, конечно, все это время будем ехать так, то доедем к завтрашнему утру, я так чувствую. А встреча должна стояться обязательно сегодня с ребятами. Мы еще не в Сочи, мы еще не в Сочи, но уже, но уже видим его. О, какая жара. Вот оно. Боже, я прямо отсюда бы сейчас нырнула. Морешко, как я ждала тебя увидеть в этом году. Боже, какое счастье увидеть море. Слушайте, я хочу жить возле моря, я поняла. Вечерело. Очень даже вечерело. Время 23.00. Мы приехали в Сочи, и сейчас идем на встречу с ребятами, так как завтра у ребят уже будет сначала фотосессия, потом у них будет мальчишник, послезавтра будет ЗАГС, послепослезавтра будет снова встреча в Ласточке, будет снова встреча у нас в ресторане, и после-послепослезавтра будет свадьба. Поэтому решили, что все-таки сегодня мы обязательно встретимся с ребятушками. У нас стоит Машуль уже наша с Валюшей. И мы тут идем тоже. Итак, день второй. Сегодня 27.00. Вчера, 26.00. Мы встретились с ребятами уже ночью. В 11.00 вечера мы встретились. За 2.00 ночи мы с ребятами общались, проговорили все моменты в Ласточках, где у нас придет регистрация в Морпорту. И проговорили все по по ресторану тоже все моментики. Ах, вот оно что. Вот как открывается эта калитка. Ить, ить, ить. Это было непросто. Сегодня у ребят будет фотосессия на Красной Поляне. У нашего жениха сегодня будет мальчишник. И вечером мы еще хотим встретиться в ресторане. Надеюсь, что у нас получится. Надеюсь, что ребята не устанут. Сейчас вот мы решили выйти погулять немножечко пройтись, посмотреть по странам. Так как мы недалеко находимся, живем недалеко от Морпорта, то мы сейчас дойдем до Морпорта. Я думаю, немножечко, может быть, получим лучки солнца. Потому что этим летом лучки солнца мы не получили в Москве. Надеемся, получим в Сочи. И завтра у ребят будет ЗАГС. Они расписываются в ЗАГСе. А послезавтра уже долгожданная наша свадьба. В общем, дней так мало. Вы знаете, вроде казалось ой, там 6 дней. Вроде много-много, а на самом деле дней-то очень мало. И поэтому хочется, конечно, максимально впитать, максимально получить лучики солнца, максимально получить много интересной информации. В общем, совместить приятное с полезным, одним словом. Поэтому будем стараться вставать рано, ложиться поздно, чтобы все успеть сделать. Третий день. Сегодня, вчера, мы сходили в Мордпорт еще раз, пообщались, там решали вопрос с рупором, там есть особенности, расскажу вам. Так как там морской порт, там ходят кораблики, мы хотим во время церемонии, чтобы у нас не было сообщения для кораблей, чтобы не передавали ничего, чтобы не помешали нашей церемонии. Поэтому я сходила в Мордпорт, мы написали официальное письмо в Мордпорт, чтобы сообщение было прекращено на время нашей церемонии. Пока не ответили, завтра я еще раз пойду в Мордпорт. Сейчас я пришла в ресторан Лайтхаус, где у нас будет свадьба с видом на воду. Единственный нюанс в Сочи, организация свадьбы в Сочи, это то, что здесь, конечно, большая сложность с парковками и охотиться прямо на наброшенные машины и парковаться практически нигде нельзя. Это, конечно, большой нюанс, большая такая сложность, поэтому мы сейчас пытаемся разрублить это, решить, чтобы нас спустили за шлагбаум, чтобы наши машины, которые приедут за гостями и повезут в ресторан Лайтхаус, пустили за это шлагбаум. это отдельная тема, отдельная история, отдельно расскажу. Сейчас ведутся активные переговоры насчет этого. Все, пошла в речеван. Вот так вот выглядит это место на первом этаже. Посмотрите, здесь прям ощущение, как будто ты где-то, как будто ты находишься где-то прямо вот на краю моря, на самом-самом краю моря. Вот ресторан, а вот там вот находится место, где у нас будет наша церемония, красота. Если делать свадьбу сочи, то вид однозначно за президентом должен быть такой. Согласны? В общем, я сходила на второй этаж, это не наш зал, это зал, я просто посмотрела для общего развития. Здесь у нас будет аниматор вместе с детишечками отдыхать. И там у нас пройдет все наше мероприятие. Сегодня у нас будет встреча вечером. Пока покажу вам. Вот здесь у нас будет все наше мероприятие. Мы сюда привозим стол для молодоженов, другой мы его меняем. Мы сюда привозим стульчики, тоже меняем. И столы у нас будут такие вот овальные. Банкетный зал, побережье веранда, рядом с Ириной крутая команда. Каждая девушка свадьбы достойна, веселой и красивой Ирина спокойна. Она на вопросы знает ответы, только для вас открывает секреты. Сказка становится с нею реальной, ваша свадьба может стать уникальной. Корни в Аберинда. 1003 сообщений в личке. Корни в Аберинда. Она по любви, не по привычке. Корни в Аберинда. 1003 сообщения в личке. Корни в Аберинда. Она по любви. Субтитры создавал DimaTorzok